Всем привет, с Вами Юлия и моя формула рукоделия. В этом видео я хочу поделиться с Вами, как можно просто и быстро сделать станок для бисероплетения своими руками. Итак, приспичило мне заиметь станок для бисероплетения. Первым делом я отправилась в интернет поискать, где его можно купить. Конечно нашла, но цены кусались, и пришлось бы ждать его доставку. А мне то нужно было срочно, вот такой у меня характер. Дальше я изучила всю информацию, как его можно сделать, вариантов в интернете тьма, но так как меня не устроил бы станок из картонной коробки, я решила озадачить мужа, на что получила в ответ, вот еще придумала, из чего я тебе его сделаю. Но как говорят, главное закинуть зернышко, а оно уж как нибудь прорастет. И вот на следующий день возвращается мой милый с работы и показывает мне вот это фото. Оказывается, на работе у него есть стул, который своими боковыми деталями сильно смахивает на то, что нам нужно. Короче, из стула на следующий день сделали табуретку. Дальше мы отправились в строительный магазин, где есть отдел с метизами. Там мы приобрели вот такие две шпильки с резьбой, длина у каждой 1 метр, а диаметр 8 мм. Под такую же резьбу взяли шайбы, барашки и гайки. Пришла суббота, на улице мороз давил под 40, следовательно, планов никаких не было, можно было спокойно заниматься станком. Сначала решили отпилить лишнюю длину деревянных запчастей. Оказалось, что большинство инструментов на даче, дома нашлось только лезвие по металлу и дрель. Короче, буквально голыми руками для моего станка отпилили сначала запчасти от стула, а затем и шпильки. Одну распилили на 3 части, примерно по 33 см, и от второй отрезали тоже длину. Острые края обработали чем-то, короче не помню, забыла, как называется, если что, Ваши мужчины точно разберутся. Так как мой стул жил не в очень чистых условиях, я его детали зашкуриваю наждачной бумагой, убираю всякие заусенцы и зазубрины. Дальше нужно сделать отверстие для шпилек по 4 штуки в каждой детали. Сначала берем сверло поменьше, сверлим им, а затем проходим большим сверлом на 8 мм. Отверстия должны быть симметричными на обеих деталях, поэтому предварительно сделайте разметку, где сверлить. У нас получились вот такие модно состаренные стенки для станка. Думаю, что можно здесь и дальше развивать свою фантазию и придумать им оформление, покрасить или сделать декупаж. Если у Вас появились идеи, как сделать станок эксклюзивным, напишите о них в комментариях. Теперь осталось собрать все детали воедино. На шпильках будут с внутренней стороны у каждой стенки шайба и гайка, снаружи шайба и барашек. То есть нам потребуется для спорки 4 шпильки по 33 см длиной, 16 шайб, 8 гаек и 8 барашков. Мы брали диаметр всех запчастей 8 мм. И вот станок готов. У нас он получился чуть больше 30 см шириной, 26 см глубиной и 18 см высотой. Можно его попробовать в работе. Для закрепления концов нити я пока приспособила заколку для волос. Надеюсь, что в комментариях Вы предложите свои варианты закрепления, а я в мастер классах расскажу о них. На этом все. Уверена, по моему мастер классу у Вас получится изготовить свой станок. Скоро будем делать очень красивое украшение на станке. И да, не забудьте подписаться, если у Вас все еще горит красным кнопка подписки. В группу присылайте фотографии своих станков, ссылку как всегда найдете в описании к видео. А также не забываем про конкурс, мы ждем Ваши работы, а призы ждут Вас. Условия на главной странице группы. С Вами была Юлия и моя Формула рукоделия. Пока, пока.